Я его тоже знаю. Как жалко, что я здесь без еды. Какое больше нравится, давай выбирайте. Просто посмотрите, какая красота! Это очень красиво и очень по-егорски. Возможно, он попадет и к вам. В компании этих прекрасных хантейских женщин мы продолжаем наше путешествие по Ханты-Мансийску. И в этом выпуске нас ждет еще больше впечатлений и разных интересных фактов об этом городе. Мы начинаем! Галерея-мастерская художника Геннадия Степановича Райшева находится прямо позади меня. На фасаде здания также изображен эскиз, который был написан специально для этого. И называется он «Пространство Сибири». Собран из мозаики. Начнем мы знакомство с творчеством художника именно с Большого высылочного зала. Здесь представлено его произведение с 1960 года по 2010. Отец Геннадия Степановича был хантой, а мама русская. Это отразилось на его творчестве. И как раз эта выставка поделена на две части. В первой части представлены произведения, в которых отражен быт и культура обско-игорских народов. Здесь у нас изображены люди, которых оберегает Нуми Тору во время наводнения. Вторая часть выставки посвящена русской культуре. Здесь и богатыри, и птица сирен, и русское застолье. Похоже? Вы не поверите, но это автопортрет я и Мэйди. Ну не я, конечно, а Геннадий Степанович. Позади меня картина, которую создавал художник в 12 лет. На ней изображены реальные люди. Он рисовал их портреты по памяти. Вызывается она под знаком Нуми Тору. Я тоже под его знаком, получается. Возможно, вы увидите здесь своих знакомых. Например, вот этого оленя. Я его тоже знаю. Одной из самых впечатляющих экспозиций для меня оказалось вот это. Это трептихкосмос и человек. Возвышение, страдание, почему-то нападение. Ну, кстати, вот посередине можно было по-другому назвать. Все-таки мы хорошо живем. Здесь также есть возможность побыть настоящим мастером мозаики. Внизу представлен макет картины, которая изображена на здании. А я могу либо ее повторить, либо сделать что-то свое. Соберем котика. Рождение искусства. Котик синего цвета. Сейчас мы зайдем по-настоящему в волшебное место. Это мастерская художника. Мемориальная мастерская названа Человек-вселенной. И здесь атмосфера, в которой творил художник. Вдруг хоть ничего не будем. Просто тихонечко посмотрим. Мы говорили, что геолог это грязная работа. Но и быть художником тоже не прям чисто. Геннадий Степанович Райшев является одним из крупнейших современных художников России. Его творчество отличается тем, что он не придерживается определенного стиля рисования, а является полистилистом. На столе представлено много эскизов ненаписанных картин. Но можно посмотреть, что хотел реализовать художник. Это определенный хант. Еще одна выставка, посвященная работам художника, называется «Лики моей земли». Также здесь представлены предметы, рассказывающие о мужских ремеслах, обских угров. Мужская сила, знаете, не только в этих предметах, но еще и в богатырских портретах. Здесь богатырь Казыма, а здесь богатырь и Салыма. Какой больше нравится, давай выбирайте. Также здесь уже известный вам персонаж олень. Здравствуйте. Здесь представлены линогравюры. Они создаются посредством трафарета. Прикладываешь трафарет и рисуешь красками. Можно сделать тысячи таких картин, но трафарет всего один. Только в этой галерее собрано две с половиной тысячи картин художника. Но это еще не все. Его коллекции хранятся в Третьяковской галерее, в Российской академии художеств, а также в частных коллекциях. Но сердце его творчества остается здесь, в игре. Третьякова в Третьякова из центра города мы перебрались на окраину, где находится кемпинг выходного дня Гриль-парк Финляндия. Это прекрасное место, где можно побыть наедине с природой и здорово провести время. Атмосферу этого места задают вот такие чудесные домики, которые бывают разного размера. Внутри у них обязательно мангальная зона, а по кругу лавочки, где можно вкусно пожарить шашлык и тепло, уютно посидеть. Подушечки, пленники. Как жалко, что я здесь без еды. так классно здесь. Хорошо. Помимо отдыха в домике, здесь можно еще и поэкстремалить. Например, прокатиться на снегоходах, а также на тюбингах и на таком вон большом банане, на котором мы тоже прокатимся. сейчас как прокатимся с ветерочком поэкстрюшу. и Субтитры подогнал «Симон» Просто посмотрите, какая красота! Если вы хотите зарядиться позитивом, зарядиться энергией и драйвом, то вам определенно нужно приехать сюда и прокатиться на снегоходе. Кажется, что мы далеко от города. Но вот он, на ладони. Совсем рядом. Наш любимый Ханты-Матийск. Из Ханты-Матийска просто нельзя уехать без памятных сувениров и подарков для родных и близких. Мы нашли для вас место, где вы можете найти товары от мастеров и произведителей Югры. Здесь очень много всего интересного, красивого и самобытного. Например, на ней сережки из города Нижневахтовска можно купить и здесь, в Ханты-Матийске. Это очень красиво и очень по-югорски. Здесь можно найти как традиционные сувениры, посвященные народам Ханты-Манци, или посвященные мамонтам, или сделанное что-то из бивня мамонта. Например, вот это... Это челюсть мамонтенка. Это зубы. Мой любимый стенд, который посвящен одежде с использованием национальных элементов. Югурская красавица. Это я. Ну и, конечно, куда без вкусностей. Здесь вам и орешки, и чаек, и разные чайные наборы, пастила, грибы. Берите и кушайте. В Ханты-Матийске есть свое производство мармелада и шоколада. Состав там просто идеальный, а вкус божественный. Вы найдете также интересные сочетания. Например, сибирская клюква или сосновый мармелад в шоколаде. В общем, все необычное, вкусненькое, а главное, родное. Сделано в Ханты-Матийске. Вот так, вернув в коробочку с клюквой в шоколаде, мы попадаем на ее производство. Обязательно нужно надеть шапочку и халатик. Производство же все-таки. В цехе номер один производство мармелада. Здесь безумно приятно пахнет ягодами. Ой, правда, очень вкусно. Уже слюнки потекли. Ну, сейчас мы посмотрим, как он производится. С чего начинается мармелад? Конечно же, с пюре. Вот здесь измельчают ягоды. Далее пюре желируют, ну, то есть добавляют в него пектин, и он становится мармеладом. После того, как смесь готова, ее разливают по формам. Застывший мармелад отправляют вот в эту бочку, где он покрывается воском, чтобы не слепался. Дальше уже идет этап сортировки и упаковки, и какой-то вид мармелада покрывается шоколадом. Вот так получилось, что я упаковала вот этот мармелад. Возможно, он попадет и к вам от меня с любовью. А внутри написано «Хантейская притча» про бересту, бруснику и уголек. А сейчас мы попадаем в самый вкусный пахнущий цех – шоколад. Шоколад здесь производится полностью самостоятельно по оригинальной рецептуре. В составе этого шоколада всего несколько ингредиентов – какао-масло, какао-чертое, сахар и соевый лепестин. Вот здесь происходит конширование, то есть перетирание всех ингредиентов в однородную массу. Далее идет процесс растапливания шоколада, или по-другому шоколад распускается, но только при температуре до 50 градусов. А тут очень умная машина, которая растапливает шоколад и потом его вот здесь вот замораживает. И он приобретает нужную структуру, с которой уже можно работать, что мы сейчас и сделаем. А вот эта штука, которая похожа на бетономешалку, называется дрожжировочный барабан. В этот барабан насыпаются орехи, шишки и все из того, что делается дрожжи. И тоненькой струечкой вливается шоколад. Перемешивается, охлаждается, накатывается и получаются дрожжи. На этом производстве мы почувствовали настоящее тепло югорских сердец. Очень гостеприимно, тепло и вкусно. Экофабрика Эдника также ждет вас в гости, чтобы напоить чай, показать свое производство, ну и продегустировать самые вкусные вкусняшки. На этой прекрасной гостеприимной и вкусной ноте мы заканчиваем наш выпуск. И мы считаем, что наш маршрут был построен идеально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова